Это вот все препараты. У нас тут запас на три месяца. То есть мы спокойно будем жить, зная, что у нас есть какой-то запас. Но запас, сами понимаете, он быстро кончается. И, соответственно, наша уверенность тоже тает буквально каждый день. Маруся хочет жить. Девочке 7 лет, а она уже митингующей. У Маши муковисцидоз – неизлечимое заболевание, при котором нарушены ферментации, в органах копится слизь. Четверть легкого Маши уже не функционирует. А к болезни добавилась еще одна проблема – импортозамещение. В Россию уходят важные препараты, проверенные на таких больных, которые действительно помогают, которые лечат, дают им силы жить дальше и развиваться, быть полноценными членами нашего общества. В ближайшие годы импортные оригинальные препараты могут исчезнуть из аптек. Заменяют на дженерики, ферменты, антибиотики и составы для ингаляций. И чем больше замен, тем хуже детям. Российские лекарства либо не действуют, либо дают сильные побочки. Родители говорят, что им не оставляют выборы и фактически проводят опыты на детях. Многие препараты дженерики не прошли полных клинических испытаний. Я не могу сказать, что это вот все, заменили, это очень плохо. Есть дети, которые принимают Эрмитали, которые прибавляют вес, то есть у них нету тех реакций нежелательных. Используем один дженерик, он не помогает, давайте другой используем. А это упущенное время, это вены наших детей, потому что терапия долгая, дозы высокие антибиотиков, это и здоровье опять же. Среднестатистический ребенок с муковисцидозом принимает минимум 20 капсул только одного препарата. То есть упаковки хватает на 2-3 дня. При этом стоимость импортных лекарств за пачку больше стоимости отечественных примерно на 200 рублей. Разница не заоблачная, но экономия превыше всего. С позиции чиновников перестать закупать зарубежные препараты не согласны и врачи. Наши дети получают не самое лучшее, а самое дешевое. К сожалению, очень немногие больницы возьмут у мамы ею купленный препарат, и им начнут капать ребенка в стационаре. Налетит Росздравнадзор и будут санкции для стационара на данные игнорирования импортозамещения. Это не решение проблемы, это уход от ответственности и перекладывание ее на плечи родителей. В российском Минздраве говорят, что постараются улучшить ситуацию с лекарствами. Насколько сложно поддерживать жизнь таких больных на Алтае, а их в крае 49. Региональный Минздрав комментировать не пожелал. И сейчас мамы и папы запасаются импортным впрок. Или их дети уже становятся заложниками больниц. Пока им подберут действующий препарат, проходят недели. После волны негодования в стране перерабатывают клинические рекомендации по лечению муковисцидоза, подстраивая под дженерики. Но для кого улучшают ситуацию, вопрос спорный. С новыми правилами дети с муковисцидозом рискуют прожить не 50 лет, как, например, в Америке, а 20 или еще меньше. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.